Кирилл вернулся в квартиру ранним утром. Полтора года он не был дома. Полтора года. Огромный промежуток времени, который изменил всю его жизнь. Кирилл работал на судне, капитан дальнего плавания. Он грезил об этой романтической профессии с самого детства. Детдомовский мальчишка. Разве мог он осуществить свою мечту? А он смог. Вначале была армия, потом в мореходку поступил, а затем уже получил высшее образование. Обошел все моря внутри страны, потом уже и зарубежные рейсы пошли. Океаны и моря стали его стихией. В перерывах между рейсами Кирилл осуществил еще одну свою мечту. Купил шикарную квартиру в центре города. Была и машина, и приличный счет в банке. Только любви не было. Нет, женского внимания хватало. А вот чтобы та единственная встретилась, не получалось. А потом он увидел ее. Тоненькую, хрупкую, такую беззащитную. Она плакала в ресторане. Какой-то подлец привел ее, пил, ел, комплиментами одаривал. А потом сбежал, оставив ее с приличным счетом. Кирилл оплатил все. До дому довез. Настя о себе рассказала. Заканчивает педагогический колледж, живет в общежитии. Сама она сирота. Простая девчонка. Кирилл смотрел на нее и понимал, что вот она, мечта. Подкупало и то, что она тоже из детского дома. Вот и встретились два одиночества. И не важно, что она младше его почти на 15 лет. Он не упустит ее. Кирилл начал красиво ухаживать, и Настя ответила взаимностью. Они поженились через год. Кирилл был на седьмом небе от счастья. На свадьбе было мало гостей. Только несколько коллег по работе Кирилла, да одна подружка Насти. Кириллу было немного грустно, что никаких родственников ни с его стороны, ни со стороны невесты не будет на свадьбе. Его родители погибли в аварии, когда ему только год исполнился. Другой родни так и не нашли. Вот и вырос в детском доме. А Настя рассказывала, что ее новорожденную подбросили на порог детского дома. Неродивую матушку так и не нашли. Ну и ладно. Зато теперь они вместе и навсегда. И у них будет крепкая семья. Настя любила его, старалась быть хорошей хозяйкой. Не всегда у нее все получалось, но Кирилл только улыбался. Ведь не так важно, что она суп пересолила или рубашку его спалила. Главное, что рядом с ней все невзгоды отступали. Единственное, что огорчало, это его длительные отъезды. Настя тоже переживала, но со временем привыкла. А затем случился тот самый злополучный рейс. Корабль Кирилла захватили пираты. 21 век, а пираты как были, так и есть, оказывается. Груз разграбили, команду захватили. Радовало, что хотя бы всех живыми оставили. Но потом начался настоящий ад. Кирилла и его команду держали в каком-то подвале, толком не кормили. Оказалось, что пираты требуют за них выкуп, но никто на родине не стремился спасти моряков. Это ребята поняли со временем по тому, как зверели бандиты. Им грозила смертельная опасность, и тогда они какими-то немыслимыми путями смогли сбежать. Наверное, кто-то сверху их не оставлял или морской бог их берег. Добрались до посольства, а потом уже и домой. Все вместе. Уже в России около месяца не мог попасть Кирилл в родной город. Объяснения с руководством, с хозяином груза, много чего было. И вот все улажено. Моряки рванули к семьям. И Кирилл тоже. Конечно, Насте он уже звонил несколько раз до этого. И когда только в посольстве оказался, и потом. Она очень обрадовалась, услышав его голос, расплакалась, сказала, что очень-очень его ждет. Но в последнюю неделю что-то замолчало, и на звонки его не отвечало. Кирилл ехал домой с тревогой в сердце. И вот он открыл дверь в квартиру своим ключом, который по счастливой случайности не потерял во время своих злоключений. Под подкладку в бушлате провалился. Кирилл его вдруг обнаружил, когда еще в подвале сидел. И этот ключ был как талисман. Настей дома не было. Кирилл удивился. Еще такая рань. Где она может быть? А потом присмотрелся и понял. Ее тут не было уже явно несколько дней. Хоть не идеальная Настя была хозяйкой, но чашку точно бы помыла. А та уже заплесневела в раковине с остатками чайной заварки. Да и пыльно как-то. Кирилл набрал номер Насти. Он был недоступен. Он не на шутку встревожился. Стал обзванивать своих друзей. Те ничего не знали. Как не знали и соседи. Кирилл обратился в полицию. И вот там узнал страшную правду. Оказывается, неделю назад Настя погибла в рейсовом автобусе, который ехал в какую-то сосновку. Кирилл понять не мог, зачем его жена поехала за город. Что она забыла в этой сосновке? Почему не сообщили о гибели жены? Возмутился он в полиции. Так мы собирались. Пожал плечами сотрудник полиции. Но мать вашей жены сказала, что сама все решит. Мать? Что за чушь? Рассердился Кирилл. Моя жена из детского дома. Не знаю, вы что-то путаете. Мать у нее точно есть и вполне приличная старушка. Кирилл решил с этим вопросом разобраться позже, а пока только узнал, где похоронили его Настю. Оказалось, в той самой сосновке. Он тут же поехал на сельское кладбище. Найти могилу жены было нетрудно. Свежий холмик, уставленный венками, недавно увядшие свежие цветы. А у креста фотографии Насти, такой молодой и красивой. На фото она улыбалась такой лучезарной улыбкой. Не верилась, что ее больше нет. Такая красота не могла померкнуть раньше времени. «Прости меня, моя девочка», – прошептал Кирилл и встал у могилы на колени. «Прости. Я к тебе стремился, через столько прошел. Мечтал обнять тебя, а не успел». «Солнышко мое, что с тобой случилось? Почему ты вообще здесь оказалась, родная моя?» Он что-то еще шептал и шептал, и не сразу заметил, как к могиле подошла старушка. На руках она держала младенца, примерно полгода ему отроду. Женщина присела у другого края могилы, поглядывая на Кирилла. Стала одной рукой убирать сухие цветы, а другой продолжала придерживать ребенка. Тот не капризничал, только кряхтел немного. Кирилл, увидев женщину, замер от такой бесцеремонности. Понятно же, что он хочет побыть один. Неужели подождать нельзя? И чего она вообще тут хозяйничает? «Уйдите отсюда», – сказал он неожиданно резко. «Чего вы лезете? Я сам все уберу на могиле своей жены». «А ты муж, что ли?» Старушка поднялась и пытливо посмотрела в лицо Кирилла. «Что же ты так долго не ехал, муж?» «В командировке был. И вообще, почему я должен вам отчитываться?» «Уйдите», – сказал. «Ты не гони меня. Мы же с тобой родня, получается. Ты же Кирилл, а я Валентина Ивановна». «Какая родня? Какая Валентина Ивановна? Я вас не знаю», – удивился Кирилл. «Так я мать Насти». «Мать?» – растерялся Кирилл. «Ну как? Настя говорила, что она из детского дома. Вы лжете?» «А зачем мне это?» – вздохнула женщина. «Это Настя меня стеснялась. А я? Я бы все отдала, чтобы сейчас вместо нее там лежать. Но боженька я иначе распорядился. Видать, решил, чтобы я еще пожила, сыночка Настя, но на ноги подняла». «Какого сыночка?» – вскричал Кирилл. «Бабка, ты с ума сошла? Настя ни про какого ребенка мне не говорила». «Так понятно, почему не говорила. С болезнью тяжелой родился мой внучок». «Ладно, мил человек, ты прости. Накинулась на тебя зря. И слишком много тебе сказала. Наверное, зря. Я пойду. Цветы вот убрала. А то сердце не на месте было. Стыдно, что тут непорядок». Она повернулась и пошла к выходу. А Кирилл стоял, как громом пораженный, переводя взгляд то на фотографию Насти, то на уходящую старушку с младенцем. «Стойте!» – закричал он. «Подождите. Объясните мне все. Я не понимаю ничего». Он побежал за старушкой, схватил ее за плечо, повернул к себе. Женщина помолчала, головой покачала, а потом произнесла. «Пойдем ко мне домой. Там и поговорим». «Все тогда поймешь и, что делать, решишь». «Давайте доедем, я же на машине», – предложил Кирилл. Старушка согласно кивнула. Кирилл помог ей с младенцем устроиться на заднем сидении. Он мимолетом скользнул взглядом по лицу ребенка. Неужели старуха не врет? Это его сын? Но почему Настя ни разу ему не сказала, что была беременна? Ведь созванивались они с ней изредка, когда была возможность. Он тихо ехал по деревенской улице, а в голове все крутились эти вопросы. Ощущение, что все это происходит не с ним. «Вот тут останови!» – старушка тронула его за плечо и указала на ветхий домишко. Кирилл с сомнением посмотрел на этот дом. Как в нем вообще можно жить? Старый, весь в трещинах шифер. В дожди точно в доме потоп. Окна старенькие. Кое-где даже целлофаном затянутые. Фундамент давно обвалился, обнажая прогнившие брусья. «Да, не дворец», – грустно усмехнулась Валентина Ивановна. Мне пришлось в него перейти, когда мой дом сгорел. Тоже был старый, но крепкий. Да вот проводку замкнуло. Хорошо, что сама выскочила. От сельсовета мне дали это жилье. Сказали самой ремонтировать. «Да где я денег возьму? У меня пенсия. Минималка». Кирилл подозрительно посмотрел на старуху. Не хочет ли она развести его на деньги? Может быть, поэтому и ребенка приплела. Настю оговаривает, но решил все же выслушать эту Валентину Ивановну. Внутри дома тоже было все очень бедно, хотя и чистенько. «Спасибо соседям», – рассказывала Валентина Ивановна. «Не оставили в беде. Принесли после пожара и вещи, и мебель. А когда я Илюшу забрала, так и детским поделились. Сейчас я хоть на Илюшеньку пособие начала получать. Все полегче». «Так, стоп», – резко сказал Кирилл. «Я хочу понять, что вы там про Настю говорили. Мне кажется, вы все лжете». «Да как же», – растерянно ответила Валентина Ивановна. «Зачем мне это?» «Да ты погоди, я внука уложу, и мы поговорим». Она ушла в соседнюю комнату с ребенком, а Кирилл сел на скрипучий табурет на кухне и стал терпеливо ждать хозяйку для разговора. Вскоре она зашла, в руках у нее был толстый альбом. «Вот единственное, что уцелело после пожара в моем доме. Не знаю, почему я его схватила в панике. Ни документы, ни вещи никакие. А только этот альбом. Видать, как знала, что пригодится», – сказала женщина и положила альбом на стол. «Посмотри его, может, кого узнаешь». Кирилл раскрыл альбом. Вот молодая женщина, чем-то похожая на его Настю. На руках у нее маленькая девочка в забавном чепчике, потом уже девочка постарше. Сидит у куста смородины с мячиком на берегу озера. Детсадовские групповые фотографии, потом девочка в школьной форме. И вот все старше и старше она на фотографиях. Кирилл вдруг замер, приклеившись глазами к очередному фото. На нем была запечатлена юная девушка в простиком вечернем платье, завитые волосы по плечам. Она стояла в полоборота у куста цветущей сирени и улыбалась в кадр. Совсем юная, но Кирилл не мог ее не узнать. Это была Настя. «Это на выпускном балу фотография сделана», – тихо произнесла Валентина Ивановна, заметив реакцию Кирилла. «Последняя она в альбоме. Больше Настя фотографии мне не присылала». «Но как так?» Кирилл в растерянности посмотрел на женщину. «Настя мне говорила, что не знает своей матери. В приюте выросла». «Придумала все, доченька». Вытирая слезу, ответила Валентина Ивановна и принялась рассказывать все, как есть. Настю Валентина родила без мужа. Закружил ей голову один приезжий строитель, а потом улетел в неизвестном направлении, оставив валю с животом. Она тогда в колхозной столовой работала, ей уже почти сорок лет было, за плечами один неудачный брак. Муж ее в бесплодности винил, ушел к другой через несколько лет. И тут, надо же, такое счастье. Решила плевать на все. На людские пересуды, на все сложности. Вырастет ребенка и в люди выведет. Дочка росла милой, хорошей девочкой, но с годами что-то в ней поменялось. Стала Насте все чаще огрызаться матери, высказывать, что как бедно они живут. А где Вале было взять богатство? Замуж она больше не пошла, да и за кого? В деревне одиноких мужиков по пальцам пересчитать, но не нужны они Вале. То пьющие, то недотепа. Зачем ей еще эти заботы? Ей бы дочку поднять. Вот и старалась она, за любую работу хваталась. Кроме столовой зимой еще на ферме работала. Пол в местном клубе мыла, дочку одевала не хуже других. Но все равно все в селе считали их бедными. Вот и Настя со временем стала матери это в укор ставить. Когда Настя не смогла поступить на бюджетное отделение в педагогический институт, то сразу заявила Валентине, ищи деньги на платное. И Валя не против была, даже в банк поехала за кредитом. Да только не дали ей кредит, доход маленький. Почему так? Плакала Настя. Вон Катьков юридически поступила, отец уже за год вперед заплатил. И Ленке родители помогли, они в институтах будут учиться, а я чем хуже. Я же лучше их в школе училась. Ну, доченька, не переживай так, поступишь еще, утешала ее Валентина. Что поделать? А с Ленкой и Катькой ты не равняйся. У одной отец фермер, у другой председатель сельсовета. У них доходы не сравнить с моими. Ничего, сейчас в училище поступишь, а потом и в институт на заочное. В училище? Это которое в соседнем районе? Вскричала Настя. Туда только дураки поступают. Я в городе хочу жить. Но пока не получается, доченька. Это у тебя не получается, а у меня все получится. Завтра же уеду. Как? Куда? Где ты там жить будешь? Не пущу. Поднялась Валентина. Но Настю было не остановить. Утром она умчалась на рейсовом автобусе в райцентр, пока Валентина бегала в столовую хлеб ставить. Потом она пыталась найти Настю, но все без толку. А потом по зиме приехала Ленка, бывшая одноклассница Насти, и сказала, что видела подругу с мужчиной, из дорогого ресторана выходила. Валя разузнала, где именно, да поехала в город, надеялась подкараулить, поговорить, образумить. Настю она увидела в тот же вечер. Дочка была в дорогой шубе, рядом мужчина старше ее в два раза. Валентина кинулась было обнимать Настю, а та отшатнулась. «Женщина, вы с ума сошли? Я вас не знаю», – сказала дочка и прошла мимо. Она с кавалером в ресторан зашла, Валентину туда охранники не пустили. Из их разговора она поняла, что Настя с богатыми мужчинами встречается за деньги. Ох, и плакала она, когда на вокзал ехала, и потом всю дорогу слезы лила, потеряла дочку. А по весне Настя домой вернулась, прощения просила. Клялась, что за голову возьмется, поступит в то самое училище. Только летом опять сбежала, прихватив небольшие сбережения Валентины. Записку, правда, оставила, мол, прости, но не могу я в деревне жить. В колледж поступлю, но в городе. И поступила, и училась, только с матерью почти не общалась. Знала Валентина, что живет ее дочка в общежитии, да только по-прежнему гуляет с богатыми мужиками. А ее Настя видеть не хотела, мол, бедная мать только позорит ее. Валентина узнала, что Настя замуж вышла. Как она тогда обрадовалась, что за порядочного мужчину, за моряка. Ей об этом та же Ленка рассказала, которая немного общалась с Настей. Думала Валентина, что теперь точно дочка остепенится. И ждала, когда осознает, как дурно себя вела с матерью. Но шло время, и ничего не менялось. А в прошлом году Валентина насмелилась и сама в город поехала. Адрес дочки узнала у Ленки. Как раз тогда у нее дом сгорел. Думала, приютит дочка. Увидела она Настю у подъезда. И на сердце даже потеплело. Вот ее кровиночка. У Насти тогда живот был месяцев на семь уже. Настя к ней подошла, в лицо зашипела, мол, чего приперлась. А Валентина словно не заметила этой злобы. Поздравила дочку, что скоро мамой станет. Радость-то какая. «Радость?» – вскричала Настя. «Да я уже ненавижу этого ребенка. Избавилась бы от него, да не могу». «Да что ты такое говоришь, милая?» – побледнела Валентина. «Ребенок – это счастье». «Счастье?» – истерично засмеялась Настя. «Да, он ему народится. Понимаешь, какое это счастье?» «А аборт отговорили делать, иначе больше родить не смогу. И все из-за тебя». «Как из-за меня?» – побледнела Валентина. «Ты меня наградила своим отрицательным резусом. Ненавижу». «Доченька, успокойся. Но ведь с такими детками сейчас много занимаются. Они почти нормальные». Попыталась успокоить ее мать. «А муж твой что говорит?» «Хороший он, я слышала от Лены». «Ленка, как всегда, болтает, что попало. Хорошо, что с пузом меня не видела, а то бы уже все знали». Усмехнулась Настя. «А муж ничего не говорит, потому что в рейсе он. И про ребенка не знает. Я ничего не сказала». «Но как же потом? Ребенок же родится». «А я откажусь от него. Мне дурак не нужен». «Как откажешься?» «Муж все равно узнает. Соседи скажут». «Здесь соседи, это не в деревне. Никто ни с кем не общается и ни в свое дело не лезет. Не смей никому болтать, что видела меня беременную». Прошипела Настя и ушла, даже не пригласив с дороги мать в квартиру. Дурно Валентине стало. Не верилось ей, что эту кукушку она сама взрастила. Как так случилось? Видимо, от папаши непутевые гены достались Насте. Из города она не уехала. Дворником пошла работать поблизости от дома дочки. Ей коморку в подвале дали. Видела, как Настю увозят на скорой в роддом. А через три дня дочка уже дома была, без живота и ребенка. Попыталась тогда Валентина усовестить ее, но Настя ее и слушать не стала. А потом брякнула, что умер ребенок. Валентина помчалась в больницу, чтобы забрать внука, похоронить по-человечески. Но оказалось, что жив он, в палате отказников лежит. И тут Валентина поняла, что делать. Ох, и помоталась она. И в деревню ездила за справками, и в городе по всяким учреждениям пришлось помотаться. Не хотели ей вначале ребенка отдавать, а потом жалились над малышом. Да кому он еще нужен будет с таким диагнозом? А бабушка все же родной человек. Словом, забрала Валентина Ивановна внука из больницы и уехала с ним в деревню, в стареньком домике и поселилась. Настя ничего не сказала. Пусть думает, что ребенок в приюте. А они с Ильюшкой проживут. Хороший он, просто немного особенный. А недавно Настя как-то узнала, где ее ребенок. Впервые за долгие годы позвонила матери. Ругалась, кричала, что не смела Валентина так поступать. Только она вправе решать судьбу малыша. А потом заплакала и призналась, что не может его забыть. Его крошечные ручки, пушистый затылок. Ночами он ей снится. Поняла Валентина Ивановна, что пришло осознание содеянного. «Ты, дочка, приезжай к нам», — сказала она. «Увидишь своего мальчика, возьмешь на руки и сразу полюбишь. И муж его примет, не сомневайся». И Настя поехала к матери и сыну, но так и не доехала. Случилась та самая авария. Валентина похоронила дочь. Тяжело ей было не высказать. Не сойти с ума помог только маленький Илюшка. В тот день сама не поняла, почему ее потянуло к могиле дочери. Взяла внука и пошла. И там увидела этого крупного высокого мужчину. Сразу поняла, что это и есть муж ее Насте. Она решила ничего не таить и рассказать все, как есть. Правда, редко бывает сладкой. А тут она горше яда. Но он вправе все знать. Кирилл слушал Валентину Ивановну и только головой качал, как много он не знал о своей жене. Не верилась. Его Настя не могла так поступить с матерью, с ним, с ребенком. «Мне надо все обдумать», — тихо сказал он Валентине Ивановне и уехал, заглянув прежде в комнату к малышу. Ребенок уже проснулся и тихо лежал в кроватке. На кого он был похож, непонятно. Лишь специфические черты, характерные при его болезни. Кирилл уехал. Всю дорогу в голове набатом стучала мысль. Что делать? Для начала он решил узнать у соседей, действительно ли Настя была в положении. Те нехотя кивали в ответ. Вроде бы. Тогда Кирилл поехал в роддом. И там все подтвердили. Настя родила ребенка с синдромом Дауна и отказалась от него. А бабушка оформила временную опеку. Временную, потому что его отца долго не было. То, что он отец, сомнений не было. У Илюшки его группа крови. Да, решать теперь ему. Через пару дней машина Кирилла остановилась у старенького домика. Валентина Ивановна как раз с внуком во дворе была. Я за сыном, сказал ей Кирилл. Валентина Ивановна побледнела и прижала к себе ребенка. Как отдать последнюю кровиночку? И вы собираетесь, Валентина Ивановна. Я же часто надолго уезжаю из дома. Кто за сыном присмотрит, как неродная бабушка? Валентина Ивановна облегченно вздохнула и кивнула головой. А перед отъездом они заглянули на кладбище. Спи спокойно, милая, прошептал Кирилл, поглаживая крест. Я тебя за все простил. Ты просто запуталась. Маленькая, глупая девочка. Ты не переживай. Илюшка будет знать, что у него была самая лучшая мама. И они уехали в город втроем. Кирилл со временем опять начал ходить в море. Валентина Ивановна заботилась об Илюше. Ребенок рос, развивался в меру своих сил. С ним занималась хорошая девушка, психолог Ирина. Однажды она встретилась с Кириллом. Он как раз вернулся из поездки и сам повез сына на прием к психологу. Они понравились друг другу, хотя поначалу тщательно скрывали это. Но разве настоящее чувство утаишь? Через некоторое время Ирина вошла в квартиру к Кириллу полноправной хозяйкой. И с Валентиной Ивановной она нашла общий язык. А маленький Илюшка понял главное. У него появилась мама.